Перелом вот в этом месте как раз находится. Благодаря корсету мы можем, потому что мышцы ослаблены. Владимир – 70-летний пациент нейрохирургии. Водитель с большим стажем вез дочь в больницу и попал в ДТП. Итог – перелом позвоночника. Сначала асфальт был, потом началось щебенком, может, колесо порезал, мышечок резко, поворот влево и я ушел в страцию. Вот она и травма получилась. Она больше ничего такого не помнит, не знает. Санавиации пострадавшего доставили в Бурнаул. После обследования врачи приняли решение оперировать. Операция заключается в том, что мы устанавливаем металлоконструкцию, которая позволяет уменьшить степень компрессии и стабилизировать перелом позвоночника. Тем самым уменьшить болевой синдром, снизить нагрузку на сломанный позвонок. Пациент может передвигаться, а нагрузка будет распределяться благодаря металлоконструкции. И это позволит спокойно формироваться костная мозоль внутри сломанного позвонка. Благодаря этому пациент может ходить уже на следующий день после операции. А раньше приходилось подолгу лежать обездвиженным. Полное восстановление работоспособности наступает через 3-4 месяца. Травмы при ДТП – не единственная причина попадания пациента в стены больницы. В голове позвонка – пациент из разряда ныряльщиков. План такой – убрать разорванный диск между седьмым шейным и первым грудным позвонком, поставить искусственный диск из никелетитана и зафиксировать смежные позвонки пластиной. В опасности ныряльщики водоема небольшой глубины, причем часто случается это в состоянии алкогольного опьянения. Травма тяжелая крайне бывает. Не только позвоночник ломается, а также и с повреждением спинного мозга. Наверное, пациентов 60-70 с повреждением спинного мозга. Это порезы, параличи конечностей. То есть, состояние после травмы и течения бывает тяжелое заболевание. Также, может быть, даже с летальным исходом, может с выходом на инвалидность. То есть, крайне тяжелая травма – это травма ныряльщиков. Переломы позвоночника, травмы головного и спинного мозга. В теплый период травмированных становится больше. Краевая больница скорой помощи каждый день принимает по 40 таких пациентов. Поэтому врачи хоть и могут в рекордные сроки поставить человека на ноги, но советуют жителям помнить о технике безопасности и не создавать условия риска. Всего же за первый летний месяц в отделении только этой больницы пролечились 220 человек. Анастасия Дороган, Юлия Щепина, Владислав Ковалев. День с толком.